Теперь вторая часть роды. Роды начинаются, вот те девчонки, кому предстоят роды, может быть не в очень ближней перспективе, а вообще в принципе планируют роды. В общем, ну все-таки, все это интересно, это и тяжело, и вместе с тем интересно, что же будет, как это, как это роды. В общем, роды у меня начались, ну вот эти вот последние схватки, да, во время беременности я поздно, естественно, приехав после практики, я уже тогда пошла в женскую консультацию, вставать на учет, встала поздно, ну там, конечно, поругали, пожурили, ну куда деваться. Поставили на учет, выписали обменную карту, все дела. На УЗИ уже по срокам, ну во время беременности положено два раза УЗИ делать, эти сроки уже все прошли, поэтому УЗИ мне не делали я. Идя рожать, я не знала, кто у меня, мальчик или девочка. И, да, и надо сказать, что я хотела девочку, потому что у меня в семье, я родила в семье, где были девочки, и я не знала, что такое мальчики, мальчика не хотела. Но под самый-самый конец я уже смирилась с тем, что, ну ладно, кто родится, тот и родится. Но я совершенно не представляю, как я буду мальчика любить. Но это надо сначала родить и увидеть своего ребенка, чтобы понять, что такое любить, что это материнство. Так, и перед родами сходила на школу, там мы делали упражнения, там были все девчонки, девчонки, женщины с гораздо меньшими сроками, ну потому что вот эти школы положены, надо начинать с меньших сроков. Ну я спокойно все делала, потому что готовилась к тому, что роды это тяжело и укреплять мышцы нужно. Там учили себя, как вести во время родов, не скажу, чтобы это сильно пригодилось, но да, в общем, да, пригодилось. Правда, там вот какие-то слова говорили, подвздошные косточки, я вообще не сразу поняла, где это, и, ну, человек, который с нами занимался, ну, ей бы подойти и показать, вот сюда надавливали, вот это подвздошные косточки. Вот их надо тереть во время схваток, это как-то облегчает. Она мне так и не показала, где эти подвздошные косточки, я понимала, что тру где-то не совсем там, где надо. Вот, ну, всяким таким штуком, в общем, полезно походить и, в общем, не пренебрегайте этими упражнениями, если вам здоровье позволяет посещать эту школу, ходите. Ну, хоть какую-то долю, если даже 10% из того, что вам дадут, будет полезно, то это вам все равно пригодится. Ну, так вот, значит, где-то в 6 утра я проснулась от странных ощущений внизу живота, такие, и именно имела такой характер схваток, так, как описывали. И, в общем, нам рассказывали, что когда схватки, периодичный схваток будет 5 минут, то есть схватки будут начинаться каждые 5 минут, то все, уже пора вам в роддом ехать. Ну, поначалу эти схватки у меня, вот эта схватка первая, потом через 2 часа, потом чаще. И я пошла к девчонкам, ну, это было в общежитии, мы были в общежитии, уже в студенческом имеется в виду. Я пошла к девчонкам, которые уже рожали, спросить, как и что, это то или не то, оно или не оно. И девчонки говорят, болит внизу, болит низ живота, как во время месячных. Такая боль, я говорю, да. Они говорят, ну да, это точно схватки. А почему я сомневалась, потому что срок мне ставили позже, ну, где-то неделю на 2 позже. Поэтому как-то, ну, немного неожиданно, хотя, конечно, я уже жутко устала, мне хотелось скорее избавиться от этого времени. И, ну, в общем, в схватках я провела почти сутки. Вот в 6 утра у меня начались первые схватки, пошли. И в 2 часа ночи я родила в 2.30. Ну, вот представьте, сколько это почти сутки вот этих вот мучений. Ну, во время первых родов это обычное дело. Матка раскрываться не хотела. Да, свои впечатления. В общем, в родозале, в общем, сначала, когда тебя принимают, в общем, ты делаешь все эти процедуры. Тебя заранее просят бриться. Ну, мне, кстати, никто не упоминал. Я так подозревала, что надо побрить. Ну, я как-то вот, ну, не знала, как это делать. Тем более, теперь уже из-за живота не видно. А мужа попросить я как-то постеснялась. И, в общем, побрили меня там уже. И поругали, что почему я не побрилась. Ну, я сказала, ну, я не знаю, как мне бриться. Он говорит, ну, взяла бы станок. У меня, говорю, нету станка. Ну, взяла бы у мужа. Я говорю, у меня нет мужа. Кстати, это правда, мы не были женаты. Он говорит, ну, а кто вас провожал? Я говорю, ну, отец ребенка. И, ну, в общем, так. Ну, в общем-то, это нормально. Они воспринимают это абсолютно нормально, потому что в родах женщины редко бывают адекватными и такими в себе. Ну, я, кстати, ну, как мне кажется, я была вполне в себе. Я все прекрасно помню до единые минуты. И, в общем, все подготовительные процедуры, бритье, мытье, там, что-то, какой-то анализ уже забирают на этом этапе. В общем, все. Переводят тебя в родзал. Заходишь в родзал, слышатся крики, стоны. Это так ужасно. И крики не только рожениц, но и акушерок и гинекологов, которые орут на рожениц. Душься. Что там еще? Дыши. Отпускай. Ну, в общем, какие-то такие окрики. То есть они разговаривают только окриками. Ну, на это тебе уже пофиг. Конечно, да, езжишься от каждого окрика и от каждого стона. И прямо передо мной, пока я сидела, пока меня определяли в палату, я так сидела с каким-то, с чем-то, с какой-то катонкой. Не помню, что там могло быть. Передо мной на каталке лежала женщина. У нее были такие огромные глаза. Она лежала абсолютно такая, обессиленная, ну, прямо выжатая чувствуется. Совершенно обессиленная. И по глазам сразу было видно, что у этой женщины все позади. Все роды. Именно глаза выражали это. Все позади. Отмучилась. И такое вот, ну, сказать, облегчение. Да, это облегчение, но в котором много-много усталости. Ну, в основном усталость. Все позади. И чуть-чуть некоторая нота облегчения. Огромные глаза. Она еще, ну, такого типа была, кавказского грузинка, наверное. У нее такие огромные глаза, такие, как у Мидеев из мультфильма. Такие рисованные. И вот эти глаза. Я смотрела на нее и завидовала, что у нее все это позади. А нам предстоит мучиться. Потом определили в палату, положили. Я в эту палату, я бегла первой. Потом поступила еще одна женщина, еще одна, еще одна. И все женщины вели себя по-разному. Одна не могла лежать. Я, например, была настолько обессиленная, у меня было сил, мне не хотелось только лежать, никаких движений. Одна женщина постоянно ходила, просила пить. Пить не давали. Что-то две женщины между собой разговаривали. Одна женщина ходила все время по палате взад-вперед. Она не могла лежать, не лежать, не сидеть. Она могла только ходить. Что-то все время тоже говорила. И все вот такие разговоры, как сказать, на, как называется это, состояние экзартации, нет. Ну, в общем, не в себе женщина, забыла слово, как это называется, вели себя именно так. Кто-то стонал, орал. У меня как-то не было сил орать. И потом, до этого меня учили, что не надо кричать, ты своими криками лишаешь кислорода свой плод. Естественно, мы ради плода уж потерпим. И потом надо сказать, что у буряток вообще не принято кричать во время родов. Не стонать, не орать, надо рожать молча. Собственно говоря, да, чего орать. И, собственно, мне крики не помогают. Если я ору, стону, мне от этого легче не становится. И тем более, что если мой расход кислорода отнимает кислород у ребенка, я точно орать не буду. И, в общем, я лежала молча. И вот эти вот схватки меня как-то содрогали тоже. Я тоже сдерживала эти содрогания. И врачи думали, что у меня нет родовой деятельности, потому что я лежу очень смирно. Ну, вот такие. Такая я смирная вообще по своему темпераменту. Врач уже подходит уже. Я тут в этом предродовом уже сколько лежу. И нет, вроде как нет родовой деятельности. В общем, она подходила, смотрела. И, в общем, говорит это. Сказала, матка не раскрывается. Ну, да, во время первых родов такое вполне возможно. То есть, матка еще не привыкла раскрываться. Она не раскрывается, она вот так вот держит. То ли от шока. Вот, я вспомнила состояние шока. От шока, наверное, от страха. Я, в общем, даже когда иду к зубному, когда мне удаляют зуб, у меня кровь не сразу идет. Потому что я настолько сильно боюсь, как мне врач их сказала. Вы настолько, вы так сильно боитесь, что у вас даже кровь не идет. И вот то же состояние у меня и тоже творилось с маткой. Она вот так вот вцепилась, не хотела открываться. В общем, в итоге врач полезла и раскрыла. Ну, как она прокомментировала свои действия, что она раскрыла ее. Подставила тазик. И, в общем, вот эти все воды, как они называются, родовые воды, приняла в эту уточку. Вот. И все, сказала, вставай, пошли. Пошла, легла на стол. Прикол был в том, что там акушерка, врач, гинеколог были на родах, врач-мужчина, акушерка, женщина, а может наоборот. Еще было два практиканта парня. И они тоже такие, то ли первый раз, то ли что, они вот как-то так. Прикольно было, что им говорят, вот сюда посмотрите. Они как-то стесняясь заглядывали, куда их просили заглянуть. Вот. И у меня не получалось тужиться правильно. И, в общем, тоже, в общем, на слово тужиться я не реагировала так, как нужно. Тужилась не так. То есть у меня сжимались мышцы здесь, у меня сжимались мышцы здесь, но не внизу живота, не в месте, откуда должен выйти ребенок. Во время вторых родов я поняла, какое это слово должно быть. Вторые роды у меня принимали здесь, в Актюбинском роддоме. И вот акушерка, девчонка, казашка, она просто говорила, какай. Вот это правильное слово. Оно дает именно ту, сжимаются именно те мышцы, которые должны помочь ребенку выйти на свет. И, в общем, в итоге кричали на меня, орали, тужься, я не тужилась. В итоге она, этот, вкололи мне, по-моему, ну как это, эпидуральную, да? Эпидуральную анестезию сделали. Нет, я неправильно говорю, это, наверное, не то. Мне, в общем, вот в район промежности, извините за подробности, если вдруг случайно это видео смотрят мужчины или те, кого это шокирует, поставили местную анестезию. Видимо, я это сейчас понимаю, что... И припоминаю, да, что такое действие было. Я даже не почувствовала этот укол. И до промежности мне так немножко рассекли скальпели. Ну, потому что вот не выпускала я ребенка никаким образом. И вот этот ребенок вышел, я это помню, как у него с первого движения виден был его характер. Ну, собственно, характер ребенка чувствуется, когда он еще в животе находится. Ты по его толчкам уже чувствуешь, что это за характер. И, например, хотя они были оба очень подвижными, ну, понимаете, да, у них один знак гороскопа, в один день родились, все равно они отличались друг от друга. И характер второго, еще в животе я поняла, что это другой ребенок. Хотя оба были подвижными, оба толкались очень активно. И вот этот первый ребенок, Оскарик, он когда родился, он так, прям так сердито тряхнул головой, что можно было так расшифровать, как замучился я тут, замучили меня тут рожать. Он сам устал, вот насколько устала я, он ровно так же устал. Ну, представьте, какой ему путь предстоял, что ему, сколько ему надо было преодолеть трудности, еще тут мама не хотела никак его выпускать. Вот, зашили мне это кетку там, ничего я не чувствовала, ни того, как не искать первые, рассекли. Ну, то есть я, как бы сказать, тактильные ощущения были, но боли не было. Я вот со страхом сжималась, потому что они комментировали, они сказали, давай вот разрежем, давай вот зашьем. Ну, при каждом этом я ужасно дрожала, и вообще вот этот вот весь мандраж, вот этот родовой, вот это вот, я не сказала, да, что когда ты слышишь эти крики, и вообще все-все тебя пугает. Если вы боитесь идти к зубному врачу, ну, то есть если вам не знакомы еще эти ощущения, ну, вы знаете, что такое страх перед зубным врачом, вот какая вот дрожь такая пробивает, вот родовая, родовой мандраж, он такой же, ту же природу имеет. Ну, просто тут одно дело зуб, а другое дело весь организм практически участвует в этом деле. В общем, такой вот мандраж. А врачи ржут, у них уже под конец смены, у них там черти какие роды по счету, и им все смешно. Да, они вот этого ребенка взяли, говорят, ух ты, на маму похож. Ну, естественно, да, ему кажется, что он похож на маму, потому что, ну, я там одна азиатка. Ребенок азиат родился. А кушерка так посмотрела на него, нет, говорит. Я тоже смотрю, он не на меня похож, а на папу своего. И, в общем, ребенка отнесли туда, обрабатывать в другой палате, в другом боксе. А у меня тут роды еще продолжились. То есть надо было этот плаценту из меня извлечь, что там еще, ну, зашить. В общем, зашивали меня кетку там. И я потом ходила в роддоме и ждала, когда же мне шов будут снимать. Потом в конце я говорю, а меня зашивали. Они говорят, у вас ничего тут такого не написано, что у вас шов надо снимать, никаких сроков. Потом посмотрели, сказали, а у вас такой шов, который сам рассосется. Фух, я так вздохнула с облегчением. Да, там швы снимали тоже. У женщин как-то они орали. Так, палата у меня была такая, в которой вот ребенка... Тогда это был один из немногих роддомов, может быть, даже единственный, где были палаты, где ребенка сразу с собой. Тогда это было новаторство. И для меня это было очень хорошо. Мне это очень нравилось, что ребенок сразу со мной, я его вижу. И если вы не лежали с ребенком первые три дня его жизни, первые три-четыре дня его жизни, то вы очень многих моментов не видели, проглядели, не знаете. В общем, в первые дни у младенцев бывает физиологическая желтуха. Эта желтуха не имеет ничего общего с инфекционной желтухой, болезнью Боткина, инфекционным гепатитом. Это такая желтуха, когда у ребенка излишек, как мне сказали, гемоглобина. Вот красные кровяные тельца, они распадаются и придают окраску телу более желтую. И в общем, моему ребенку поставили эту желтуху и не выпустили нас на третьи сутки после родов, а выпустили на четвертое. Чему я так огорчалась с одной стороны, уже хотелось поскорее покинуть этот казенный дом. Но с другой стороны, наоборот, вообще в роддоме я испытала такое облегчение, потому что там вот проблемы. Там вот у нас был нерешенный вопрос с моим мужем тогда еще в будущем о браке. Ну, вообще не хотелось мне окунаться в эти проблемы. В роддоме вот здесь, когда ничего решать не надо, когда от меня ничего не зависит, мне нравилось. Хотя там была жуткая, несмотря на то, что там стерильность во всем, казалось бы, все моется, все обрабатывается, все обеззараживается. Но такое количество тараканов, это просто, ну, тараканы это бич того нашего времени, видимо. Сейчас, по-моему, тараканы, наверное, почти вымерли. Ну, во всяком случае, там, где, как я заметила, там, где есть сотовая связь, хорошо развита, тараканов практически нету, да. Ну, только некоторые такие особо стойкие выживают. Разница между таким столичным роддомом и вот здесь вот роддомом в Актюбинске, роддомом номер два, городской роддом, где я родила второго ребенка, конечно, разительная. В 90-х годах и так все разваливалось, медицина особенно, и роддом был довольно-таки бедненьким. В то же время это медицинское учреждение сочетало в себе постсоветский развал и совковую отсталость, наверное, так можно сказать. Но, тем не менее, и не сказать, что врачи более душевные, просто стиль другой, здесь вообще не принято орать как-то вообще стиль такой, ну, наверное, это казахский стиль, я бы сказала, да. И не то, чтобы врачи отдают душу, они так же циничны, медработники так же циничны, не более циничны, чем везде. Но здесь тоже то, что вот акушерка нашла то правильное слово, то есть не нашла, а применяла то правильное слово, которое роженице больше поможет, чем окрики, сказать это простое слово. Вот, хотя по оснащению, конечно, все гораздо было скромнее. И здесь мой ребенок первые три дня не лежал со мной, он лежал отдельно в детской палате, и приносили нам их на кормление. И перед кормлением мы шли, так, в роддоме не было горячей воды, но, по-моему, там вообще, по-моему, не положено было. В таких учреждениях почему-то экономят на горячем водоснабжении. Вода холодная, и ты вот этой холодной водой идешь, моешь вот эти соски, ореолы. Перед тем, как вскармливать, что толку идет, такая выстроилась колонна к этому умывальнику, такому советскому эмалированному. Это такие краники, такой между ними шланг с дырочкой. И ты вот этой холодной водой обмываешь сосочки, якобы, да? И потом идешь на кормление. Ну, в общем, все вот эти вот прелести. И что тебе не разрешают носить белья, белье отбирают, ну, якобы, это источник инфекции дополнительный. Они выдают тебе такие тряпочки в то время. Ну, я не знаю, может быть, сейчас прокладки специальные есть, может быть, есть специальные трусы. Я не знаю, как сейчас рожают женщины, но в то время было так. Тебе выдавали какие-то тряпки, которые из такого бака. Ну, они, наверное, были стерилизованы, не знаю, как уж, в автоклаве или, ну, то есть под высоким давлением. Либо просто их флорки стирали. Но я видела, что эти тряпки висели на балконе этого роддома, просто на веревочке висели. И нам их потом выдавали, эти тряпки. Ну, вот это, конечно, ужас. Все эти ужасы мы благополучно прошли, никакой заразы не подцепили. Все у нас было нормально, никаких стафилококков и прочих инфекций, слава богу, слава богу, у нас не было. Что-то еще хотела о родах сказать, потом вспомню, вставлю.